Всем привет! В сегодняшнем видео попробуем поднять такую тему, которая называется оценка, либо анализ. То есть, что мы будем анализировать, что мы будем оценивать. В этом видео мы будем анализировать и оценивать кривые, в следующем будем анализировать и оценивать поверхности. У нас для того, чтобы заниматься анализом кривых, существует файл, который называется 1104-VLate-Curve-Continuity. То есть, анализ кривизны, скажем так. То есть, мы открываем этот файл, уделяем все предыдущее, как обычно. И я new ставить не буду, поставлю current. Здесь, скажем, это важно. То есть, keep current setting. И в данный момент у нас здесь локаторы света включены, то есть, вот этот light можно выключить, чтобы их здесь не было. У нас в этом файле два слоя, дефолтный слой и слой surface. На дефолтном слое у нас кривые, то есть, непосредственно у нас одна кривая третьей степени один span, это безе, и вторая кривая третьей степени один span, это тоже безе. Я вот здесь создам новый слой и сюда назовем его picture. То есть, только единственное, конечно, желательно капсулок убирать. То есть, вот таким образом. Перейду пока сюда. Ну, скрыть я дефолтный слой не могу. Единственное, что можно сделать в этом случае, это создать еще один слой, то есть, сделать fur. Вот таким образом. И выделив эти кривые, перенести их вот на этот слой, пока и временно скрыть. То есть, перейти на слой picture. То есть, в этом случае, скажем, хотелось бы сделать вот такую часть. Мы возьмем импорт и возьмем, ну, пускай будет имидж плейн, здесь как бы такое дело. То есть, я в данном случае возьму вот эту, сюда вставлю картинку. То есть, можно грид отключить. Эта картинка есть, в сети. То есть, здесь у нас объясняется, каким образом непрерывности распределяется. То есть, G0 position, да, G1 tangent, G2 curvature и G3 curvature, но в некоторых источниках это flow, то есть, поток. То есть, здесь у нас точка касания концов начала кривых. Здесь у нас должна быть ровная линия. Здесь у нас должны радиусы совпадать в одной точке. Здесь радиус у нас продляется. То есть, вот такую вот картинку, в принципе, здесь она, конечно, не будет, ну, то есть, нужно понимать, какую часть мы вставляем. То есть, если вставляем таким образом, значит нам файл придется переделывать. Я его еще раз открою по новой. То есть, фактически, здесь эту картинку необходимо вставлять непосредственно как canvas image. То есть, этого удаляем. Опять же, keep current. То есть, оставляем и, соответственно, я сетку включу и light отключу. То есть, еще раз выделяем наши кривые. Создаем новый слой. Здесь для чего-то опять же та же самая тренировка, чтобы не забывать. Создаются слои и их уминования. То есть, вот здесь у нас будет Curve. И теперь вот этот слой нам необходим. Ну, я снова же его также назову. То есть, теперь, если мы выбирали первый раз, соответственно, image plane, то он у нас ставится полностью на видовое окно. То есть, мы его перемещать фактически не можем. Скажем, если мы берем мышь, то мы лучше поставим сюда canvas image. То есть, теперь вот таким вот образом мы это сделаем. И, соответственно, здесь совсем по-другому это все выглядит и нам сетку не нужно убирать. То есть, проверяем, отключаем. Теперь оно все работает. То есть, это напоминалка такая. Пускай она пока будет, она нам пригодится. То есть, идем непосредственно на наш слой. И поставим пока вид left. Немножечко приблизимся. И теперь будем анализировать. В данный момент у нас, скажем, есть вот такой вот раздел, который называется оценка, анализ. Ну, называть можно как угодно. Кому ближе оценка, называем оценка, кому ближе анализ, называем анализ. То есть, здесь по этому поводу претензий каких-то не может быть, поэтому все равно одно и то же, скажем, по смыслу. Если мы откроем этот раздел, здесь у нас довольно много инструментов, но начнем мы вот с первой группы. То есть, первая группа у нас непрерывная, соответственно, непрерывность поверхности и непрерывность кривых. Нам необходимо выбрать инструмент Curve Continuity. То есть, он вот первый, у нас первая группа значков и он у нас в группе второй. То есть, Surface Continuity и Curve Continuity. Опять же, желтая стрелка свидетельствует о том, что эта группа, а квадрат свидетельствует о том, что есть опция. Можем зайти в опцию. То есть, здесь у нас, скажем, не так много всего по настройкам. То есть, отображать позицию, Tungent Curvature. Simple Display. Это отправлю к справке. В справке Locator Persistence. Это у нас отображение наших локаторов. То есть, можно убрать, можно не убирать. И здесь масштаб. То есть, масштаб идет касательная и масштаб кривизна. Сделаем Reset. То есть, я фактически пока оставлю вот это, таким образом, как есть, вверху. Нижнюю часть я поменяю на позицию. То есть, Go. И, соответственно, если мы используем этот инструмент, то у нас необходимо проверить, есть здесь позиция или нет. То есть, если мы вот здесь нажмем, то у нас появляется зеленый локатор. Он нам указывает на то, что здесь есть позиция. Мы можем взять, сделать Control 5. И вот в этом случае у нас есть локатор Curve Continuity. То есть, здесь масштаб остался такой, как мы установили. Здесь тоже масштаб остался такой. И, соответственно, здесь можно посмотреть наши допуски. Tolerance. И наше отклонение. То есть, здесь уже цифры есть. И отображение позиции, отображение во всех окнах или только в текущем. То есть, здесь у нас довольно предостаточной информации. Но чтобы, скажем, не путаться, мы вот здесь, вот эту часть, именно Tolerance, можем проверить, где мы вообще находимся, в каких конструкционных опциях мы работаем. То есть, у нас Inventor. И, соответственно, переходим в Tolerance. Можем открывать фейтинг. Можно, ну, только единственное, конечно, лучше заходить в раздел непрерывность. То есть, здесь у нас максимум GAP. То есть, максимальный зазор, максимально допустимый зазор 1,00. Угол по нормали у нас 0,05. И, соответственно, кривизна тоже 0,05. То есть, фактически у нас вот эти допуски есть. И мы, если выберем локатор, то есть, как выбрать локатор. Мы можем локатор выбрать через группу Peak. И здесь вот есть локатор. И, соответственно, мы не будем выбирать кривую. Мы выберем только локатор. Нажмем снова Control 5 и посмотрим. То есть, у нас вот они, вот эти Tolerance Levels, они из Construction Options взяты. То есть, 1,00. Это у нас максимальный зазор. Здесь у нас угол 0,05 по нормали. И, соответственно, кривизна тоже. И смотрим. GAP Distance у нас 0. То есть, мы попадаем в позицию. То есть, она у нас есть. И здесь же этот локатор мы можем переключить. То есть, здесь дисплей, отображение переключаем на Tangency. И вот у нас появляется вот такая часть. То есть, вот 0,08. А у нас 0,05. То есть, фактически мы вне допуска. Мы выше, чем допуск. Нам этот инструмент говорит о том, что у вас, вот, скажем, недопустимое отконение. Если бы, предположим, в Rina был такой функционал у инструмента, то было бы, конечно, в Rina немножко легче жить. Вот. Но в Elias такое есть. И, соответственно, мы здесь видим вот такой локат. У нас, скажем, для того, чтобы проверить это все. Существует такой вот вариант. Ну, обычно это применяется в автомобильной промышленности. И я пока локаторы удалю. И, соответственно, возьму просто кривую. Любую, неважно. То есть, я захожу в первую внутрь, ставлю один. И, соответственно, Control здесь. И Control здесь. То есть, у меня прямая линия. То есть, мы ведь из вот этой картинки понимаем, что у нас вот здесь позиция, это когда две точки совпадают. А касательно это, когда у нас прямая линия. То есть, мы как бы это знаем. И, соответственно, если мы снова переходим на наш слой, то у нас при нажатии Alt-Shift появляется боковая панель под нашим видовым кубом. То есть, это видео есть. Можно его смотреть. Возьмем вот этот режим. То есть, вот он у нас. Стрелочка. Включим его. И тут же возьмем непропорциональное вот это масштабирование. И у нас получается, только единственное мы когда берем, нам желательно инструмент выключить. То есть, если мы находимся внутри инструмента кривые, то мы не сможем это сделать. Если мы находимся здесь, без инструментов, то, соответственно, включаем, выбираем вот эту и начинаем растягивать. То есть, тянем, отпускаем. Опять же, выбрали еще раз. Тянем еще, еще. То есть, до... Здесь можно вот эту часть вращать. То есть, вот этим значком можно вращать. А вот этим значком можно еще раз увеличивать. То есть, мы вот это все можем поднимать стандартно. Опять же, вызывать этот инструмент и увеличивать. То есть, вот так проверяются какие-то огрехи в поверхностях кривых. То есть, здесь вот эта часть вправо-влево мы мыши. Зажимаем левую и вправо-влево. То есть, до того момента, пока она либо выровняется, ну, то есть, как бы до того момента, пока нам станет зрительно комфортно. Теперь смотрим. Наша точка отклоняется от прямой. То есть, ну, фактически, non-proportional scale, это, то есть, непропропорциональное масштабирование. Это у нас, по факту, такой scale только экрана. Не данных экрана. И вот отображение вот здесь иконки внизу тоже есть. То есть, нам показывают, что мы находимся в этом виде. Поскольку мы это все увеличили, то мы теперь видим разницу. Вот она. То есть, у нас вот эти две точки, они не напрямую находятся. Поэтому у нас идет отклонение. То есть, мы, опять же, для того, чтобы сбросить этот вид, нажимаем alt shift и нижний значок черный. То есть, обнуляем, скажем, отображение. То есть, теперь мы убедились в том, что у нас непосредственно касательной нет. Удаляем эту прямую линию и, соответственно, идем еще раз. То есть, берем инструмент, ставим здесь позиция у нас есть, нажимаем control 5, переставляем это на касательную и смотрим. То есть, вот это можно немножечко подсвернуть вот таким образом. И в итоге у нас, скажем, два варианта непосредственно. То есть, вариант первый. Либо мы поднимаем, опускаем вот эти точки две, либо мы поднимаем, опускаем эту, либо вот эту. То есть, нам нужно напрямую попасть фактически. То есть, мы, если будем брать, предположим, Pixivy инструмент, выберем вот эту Pixivy и попробуем ее немножечко трансформировать. То есть, по Z, то есть, по правой кнопке, начнем ее поднимать и опускать. То есть, мы видим, меняется это все, но очень сильно меняется, а нам нужно очень маленькие шаги делать. И у нас для этого есть инструмент наш любимый трансформ. И в этом случае мы переключаемся на XYZ и переключаемся на наши... То есть, можно его отключить, взять еще раз, соответственно, поставить XYZ и поставить CV. И вот теперь мы выбираем нашу CV, только единственное, конечно, у нас здесь получается такая ситуация, что инструмент не хочет отрабатывать. То есть, у нас в этом случае стоит Proportional Modification. То есть, мы должны переставить его на Move. То есть, если... Ну, можно, скажем, два раза щелкнуть сюда, зайти в него и посмотреть, на что стоит эта трансформация. То есть, Move, Rotate, Scale, Non-Proportional Scale, Pivot или Proportional Mod. У меня установлено было на Proportional Mod. Мне нужно Move. И, соответственно, Mouse Sensitivity. Если мы видим, что стоит единица, то это скорость, приравненная к нашему движению. То есть, курсор двигается за мышью так, как мы вводим... С какой скоростью мы вводим мышь. Но я бы здесь в этом случае увеличил это до 100. И теперь по левой кнопке. То есть, у нас получается, если мы выбрали движение, то мы помним, что левая кнопка у нас произвольная трансформация, средняя кнопка по горизонтали и правая по вертикали. То есть, выбираем правую и пытаемся двигать. То есть, вниз мы увеличиваем, значит, нам необходимо вверх. То есть, мы это движение производим вверх. То есть, до той степени пока не достигнем... То есть, вот получается, сделаем еще больше. Вот здесь я поставлю 250, чтобы был очень маленький шаг. То есть, индикатор у нас оранжевый. Опять же, зажимаем правую кнопку и начнем двигаться. То есть, как только 0.5, 0.49, все, у нас мы в допуск попадаем. То есть, у нас ведь установлено было на лекатере, что допуски по нормали 0.05. То есть, вот мы здесь скажем. Но мы можем спокойно идти дальше и дойти до того момента, пока не будет вообще 0, скажем. То есть, вот в этом случае здесь... То есть, вот он 0. То есть, мы четко в допуске. Мы в допуске на данный момент позиции и в допуске по касательной. То есть, вот такая ситуация у нас. Оставляем вот этот локатор. Если мы его выберем еще раз, то есть, вот мы его выбрали, и теперь получается у нас вот deviation, то есть, в хранениях gap зазора нет. Angle Continuity вот очень такой большой. Большое значение стоит. Ну, по крайней мере, мы вот в это вписываемся. И у нас теперь, если мы переключаемся на кривизну, то есть, выбираем кривизну у нас, вот здесь нам отображают... Ну, здесь сокращенно, то есть, округление идет. Здесь более расширено, то есть, более точные цифры. И в этом случае у нас ситуация какая? Мы вот, если, предположим, касательную, мы понимаем, что у нас две точки, три точки. То есть, вот эта точка, вот эти две, и вот это должно быть на одной линии. То мы двигаем вверх-вниз вот эту ситуацию. То есть, если, скажем, ну, я возьму, сделаю выполнить и выберу обычный пейнт, для чего выберу. То есть, в Элиасе существует два вида значков. Если идет значок вот такой, вот такой значок. То есть, возвращаемся еще раз вот сюда и смотрим. Значок вот такой, да? То есть, соответственно, у нас... Ну, пускай стрелки будут большие, неважно. То есть, вот так стрелка у нас расположена. И вторая стрелка у нас расположена вот так. Это нам говорит о том, что у нас угол. То есть, если мы вот здесь возьмем, напишем angle, то соответствующее действие мы должны производить, если перейдем снова в Элиас, то есть, вверх-вниз. То есть, мы должны поставить на ровную линию, значит, мы действие производим вверх-вниз. Второй значок, который у нас есть в Элиас, это когда, скажем, если на виде сверху, это отображать. То есть, вот так, да? И вторая линия тоже будет она рядом. Ну, представим, что они вот, скажем, вот такие. Здесь нет третьей линии. То есть, вот здесь получается у нас тоже вот такая вот индикация. То есть, вот это свидетельствует о том, что это гап. То есть, это зазор. То есть, вот здесь можно написать в этом месте. Это гап. То есть, зазор. то есть, это позиция. Вот эта позиция, зазор, вот это угол, это касательная. И, соответственно, у нас третий есть. Это angle, то есть, это кривизна. Но только он фактически вот такой. То есть, дальше станет понятно. То есть, мы вот этот уже разобрали. Теперь у нас вот эта кривизна. Но если мы, опять же, вернемся на вот этот слой, если его включить, то вот с этим мы разобрались, вот с этим мы разобрались. Теперь вот с этим надо разбираться. То есть, нам необходимо, чтобы радиусы на конца совпали. То есть, возвращаемся назад. Я вот этот слой отключу. То есть, получается, у нас ситуация какая? Нам необходимо, чтобы радиусы совпали вот в этой точке. Но мы график кривизны не видим. Поэтому единственное, что мы можем сделать здесь, это мы выбираем слайд CV. Вот. И начинаем потихонечку вот это двигать. То есть, если в эту сторону мы двигаем, у нас увеличится, значит, двигаем в обратную сторону. То есть, уменьшается. Ну, можно поставить, например, там не 250, а 150. То есть, регулировать скорость. И вот таким вот образом, такими движениями потихонечку, потихонечку это все отравнивать до той степени, пока мы не попадем. То есть, вот сейчас 0.54. Как только я дойду до 0.5, то есть, будет 0.49, он станет зеленым. Вот он стал зеленым. То есть, вот до такого состояния мы можем дойти, потому что у нас есть толерансы. Вот он. Второй, третий толеранс. То есть, первый вот этот габ. Второй это касательный, по нормальной. И вот он третий. Но мы можем пойти еще дальше. То есть, мы можем спокойно это все дальше отодвигать. То есть, нам Элиас позволяет делать очень мелкие такие манипуляции. То есть, очень с большой точностью. И вот здесь мы видим тоже вот эти цифры, которые меняются. То есть, потихоньку вот это все отравниваем и в итоге получаем ноль. То есть, вот. И, соответственно, это нам говорит о том, что у нас все отлично. То есть, наши локаторы вот они в нулях. И мы теперь имеем и позицию, и касательную, и кривизну. Здесь, в этом случае, я немножечко сделаю еще один такой вариант, который у нас уже он был. то есть, можно локатор взять и, соответственно, кривизну здесь и здесь. То есть, за вот этими моментами можно следить. То есть, фактически, если мы, предположим, уберем все локаторы вообще, возьмем эти объекты и их скопируем, то есть, edit copy и edit paste. Вот таким образом. И передвинем по горизонтали, то есть, по средней кнопке передвигаем вот сюда. И немножечко это все, скажем, нарушено. То есть, вот эту часть я пущу вниз и, соответственно, если выбрать, предположим, еще CV, то, соответственно, можем ее отвести еще вот таким вот образом. То есть, у нас здесь типичный случай. Берем позицию, идем с позиции. То есть, позиция есть. В этом мы убедились. Соответственно, control 5. Смотрим, теперь у нас касательная. Касательная у нас вот 2 градуса. То есть, нас это не устраивает. В этом случае можно взять вот так вот кривизну и по ней ориентироваться. То есть, мы знаем, что левая кнопка вправо движения дает нам количество графов, вернее, средняя кнопка, а левая у нас дает нам амплитуду, то есть, высоту графов. И вот в этом случае мы можем теперь ориентироваться. То есть, мы видим, что у нас здесь позиция есть. Возвращаемся к вот этому нашему рисунку. Вот он, второй случай. То есть, первый вот этот, позиция совпала, но у нас нет касательной. Теперь нам нужно справиться с касательной. то есть, возвращаемся назад. Вот он у нас. И, соответственно, если мы теперь возьмем наш инструмент, вот этот, вызовем его, да, посмотрим, мы выбираем сначала x, y, то есть, движение CV, x, y. И берем вот эту часть, вот эту CV, и поднимаем вверх. То есть, нам нужно попасть на прямую линию. То есть, мы все это поначалу, если большое, ну, большое отклонение, то можно скорость ставить быстрее. То есть, как бы добраться до какого-то предела, например, там 0,1, и дальше уже непосредственно, то есть, вот мы попали, да, у нас теперь есть касательная, вот мы на нее попали, на нашу касательную, и теперь мы знаем, что у нас, чтобы кривизна была, у нас должны радиусы вот в этой точке совпадать. То есть, радиусы не совпадают, вот здесь радиус 1, здесь радиус 2. То есть, соответственно, опять же, переключаем инструмент на слайд, и берем вот эту CV, только нам единственное, необходимо еще взять локатор, то есть, вот здесь, да, и поставить его на кривизну, то есть, чтобы мы видели. можно этот переключить, как бы, мы поставим 2, то есть, здесь, как бы, кривизна включает себя и касательную. То есть, можно его удалить, предположим, если нам необходимо выбрать этот локатор, то, соответственно, выбираем вот этот, и переключаем на кривизну. То есть, вот переключили, у нас вот отклонение. Соответственно, берем инструмент наш, вот эту, CV, и слайдом аккуратно смещаем радиус, пока у нас не совпадут вот эти концы графика кривизны. То есть, мы потихоньку подвигаем. То есть, здесь два метода. Либо просто по локаторам ориентироваться, либо, если кому удобно, можно ориентироваться вот непосредственно по графику. То есть, вот мы подвигаем и в итоге получаем 0. То есть, радиусы совпали. Вот они. То есть, вот таким вот образом мы можем анализировать наши непрерывности кривых. То есть, и кривые и использовать инструменты уже их какое-то количество для того, чтобы получить хороший результат. То есть, у нас я вот эту картинку отключен и, соответственно, эти локаторы уже удалены. Они нам не нужны. Теперь можно кривые эти скрыть, перейти на поверхность. То есть, у нас здесь такая ситуация, что мы, например, забегем немножко вперед. Возьмем инструмент проверки поверхности. То есть, Surface Continuity здесь поставим таким вот образом, пока ничего делать не будем. Ну, соответственно, посмотрим, что у нас здесь есть. То есть, вот здесь мы проверять вот эту часть не будем. Нам нужно проверить вот это на касательную. То есть, есть или нет. Вот здесь мы тоже проверяем. То есть, проверили. Вроде как у нас все нормально в этом случае. Но мы можем проверить также вот эти части. То есть, нам для этого необходимо зайти в группу Curve Edit, зайти внутрь инструмента Duplicate и мы возьмем вот здесь данные. То есть, подтвердим. Возьмем вот здесь данные. подтвердим. Мы можем брать филет. Можем попробовать взять непосредственно... Ну, я пока возьму филет, то есть, для проверки. И посмотрим, что у нас из этого получится. То есть, вот этот инструмент нам пока не нужен. Выберем наши кривые. То есть, только кривые. И все остальное можно скрыть. То есть, и теперь мы для вот этих кривых снимаем CVHAL, то есть, чтобы нам каркас не мешал. И снимаем EditPoint. То есть, у нас вот такой вот вариант получается. Нам необходимо в данном случае, скажем, взять две кривые, вот эти, и отобразить EditPoint, для того, чтобы видеть, где у нас кривые начинаются, где заканчиваются. То есть, и, соответственно, переходим вот сюда, выбираем вот этот инструмент. То есть, всегда стартуем с позиции. То есть, нам необходимо здесь проверить, позиция есть, есть. Соответственно, Control 5. То есть, у нас вот все есть, да, проверяем позиция. Здесь у нас проверяем. Касательной нету. То есть, не попали. Кривизны тоже нет. Соответственно, мы за пределами допусков. Фактически. Но здесь у нас кривизны как таковой и не будет. Если вот эту часть проверять, то, соответственно, мы получили вот такой результат. И вторая часть это у нас, если опять же зайти сюда и начать с позиции, то есть, проверяем здесь позиция есть и проверяем здесь касательная у нас есть. Проверяем кривизну, кривизна у нас тоже есть. То есть, фактически, мы вот этим анализом и оценкой можем видеть все вот эти моменты, которые нам необходимы. И плюс в локаторах, скажем, через информационное окно мы видим сразу и допуски и отклонения девиэйшн. То есть, это очень, скажем, полезная функция для того, чтобы сразу видеть какие-то отклонения и сразу нужно их исправлять. То есть, скажем так, на лету. Ну, единственное, конечно, оговорюсь еще раз, если бы предположим, в Вина был такой потенциал у каждого инструмента, то фактически в Вина было бы моделирование в удовольствие. Но, опять же, это сугубо личное мнение. Поэтому, вот такие вот инструменты, группа, но пока что мы рассмотрели только о CERF Continuity. В следующей части будем рассматривать непрерывности для поверхностей. Здесь у нас непрерывности были для кривых, то в следующей части будут непрерывности для поверхностей. Игра будет что-то не не ,